здравствуйте моя семья и моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился а сегодня мы поговорим о том как не болеть онкозаболеваниями и если вдруг у кого-то какие-то проблемы с этим связаны не будем их провозглашать а просто будем бороться первое включаем духовную силу да это обязательно слово божье у каждого дома и в каждом доме вернее у каждого дома есть и в каждом доме есть провозглашаем все те фразы которые связаны со здоровьем вслух каждый день второе второе используем все все божьи дары которые только есть для того чтобы запущенную свою вот эту вот вещь остановить почему запущенную потому что вот я сейчас читала на английском языке публикацию доктора стивена и он говорит что люди допускают сами путем своего питания они едят не то они начиная с молодости начиная с молодости сначала травят свой организм а потом усиленно лечит и так продукты которые но утверждает доктор стивен что а ему можно доверять потому что он уже в таком скажем преклонном возрасте вот продукты которые останавливают всякие процессы связанные с опухолями с воспалениями и он к распространениями раковых клеток размножение и первый продукт это это свекла 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 уникальный продукт и поэтому в мой салат сейчас пойдет известно он говорит что есть от лейкемии специальный такой вот придуман рецепт свекольного сока сырого свекольного сока если каждый день пить свекольный сок смешивать с морковкой и так второй продукт который остановит на эта морковка смешивать свекольный сок и употреблять такие салаты естественно то процесс будет остановлен добавлять только нужно не забывать острый перец острый перец это тоже одно из важных и важных ингредиентов дальше мы добавляем вот это болгарский перец болгарский перец он тоже прекрасен в наш салат пойдет потому что в нем витамина c говорят больше чем в лимоне и это мощный антиоксидант не знаем витамин c поэтому мы также заправим положим свой салатик дальше а дальше что говорит доктор стих он говорит что когда крестоцветные мы берем и добавляем в салаты например вот эту часть вот эту часть вот так вот когда мы отрезаем и делаем там супчики сегодня кстати у меня борщ и основа была цветная капуста вот когда мы используем цветную капусту то то мы обычно вот эту часть он говорит выбрасываем так оно и есть но теперь мы выбрасывать не будем мы выбросим только вот то что нам не надо это как бы я очистил не надо вот вот это пойдет в суп это я убираю это в суп очистки мы выбрасываем а вот эта часть которая остается так называемая ножка ее на терочке труд я здесь дотру я просто хотела вам показать что это такое белая что-то не редька а это вот эта часть вот цветной капусты или от капусты брокколи вот именно здесь такие вещества есть которые борются а вернее останавливают любые рост любых опухоли тоже закладываем в наш салатик дальше дорогие мои нам понадобится чесночок его можно на мелкую терку потерять а можно но я не хочу потерять ни одного грамма чеснока поэтому пожалуй я сделаю вот так отлично чесночок у меня весь пойдет в этот салат вот это все способствует тому но опять-таки он говорит что это каждый день нужно употреблять и делать из этого соки если я делаю из этого салат вот хотя я знаю что овощные соки тоже нужно делать я их периодически делаю то вы у кого вдруг не дай господь вот такая вот ерунда должны делать соки следующее это адамовое яблоко маклюра или как говорят осич оранж на английском языке это осич оранж даже обезьянное яблоко тоже называют из этой маклюры нам понадобятся вот такие семена вот эти семена я вытаскиваю вот отсюда доказано у амишей доказано что эти семена останавливают рост любого вида опухоли но употреблять их надо не менее не менее двух чайных ложек я в свой салат я вот уже повытаскивала кстати должна предупредить что маклюра она очень липкая сначала ее нужно хорошо помыть да а семена у нее вполне достойный хороший и вкусный вот поэтому мы их мелко-мелко порежем мы их мелко порежем тут у меня где-то одна чайная ложка но он настаивает на том что две чайные ложки семян нужно употреблять каждый день добавлять в салаты или еще куда-нибудь я добавляю свой салатик обязательно семена не ядовитые и семена полезные уже выяснили это вот я добавила дальше дальше я добавляю кунжут прекрасная вещь которая украсть любой салат дальше у меня идет лимонный сок но не кислота лимонная а сок кстати цвет не потеряет мои овощи они станут ярче и я люблю оливковое масло добавлять вот такой вот у меня дрессинг немножко много не надо и вместо соли я стараюсь не добавлять я могу даже немножечко меда положить но я не буду потому что это против опухоли кстати все опухоли по мнению доктора стивена все опухоли раковые клетки растут в сладкой среде это правда точно так же профессор не умывакин считает кандида тоже любит сладкое замечательный салатик сейчас я его перемешаю так ставлю чтоб не мешало прикрою крышечки да кто к нам присоединился и кто не знает что это такое я внизу сделаю ссылочку чтоб не повторяться и обо всем вам расскажу а сейчас момент один всего лишь момент ой какая прелесть какая прелесть вот это вот настоящее healthy nutrition это здоровое питание дорогие мои это такое питание от которого вы будете жить вы будете процветать вы будете благословенны потому что вы с мудростью будете подходить ко всему тому что вы употребляете а это я сверху еще посыпала немножечко конжутом все сейчас я это все выложу себе и своим мальчикам и это будет прекрасным дополнением к нашему куриному филе будьте благословенны вы и ваши близки никогда не болейте вот такая вот красота а я вас всех люблю так и еще так как вот сейчас это на неделю Продолжение следует...